Она вот здесь перебегала, реально здесь. Перебегала? Да, да, да. Заметить пешехода в черной одежде, который в буквальном смысле выбежал на дорогу, было практически невозможно, признается воитель отечественный. Впрочем, невозможно и набрать большую скорость. Каждые 10 метров в поселке Аракчино установлены так называемые лежачие полицейские. Я только не посмотрел, не чисто, ничего нет. Вот тихо обороны, она бежит, бежит, тормоз, мокрый асфальт, она тормозная, она упала. Она сама призналась, что она выпишет. Она сказала мне, что я выпишет. Водитель сразу вызвал на место ДТП карету скорой помощи. Пострадавшую женщину госпитализировали. После приехали автоинспекторы и проверили водителя на свежесть дыхания. А вы равномерно, спокойно дуй и все. Во-во-во-во-во-во-во. Все, по нулям. Водитель с 30-летним стажем рассказал, что никогда не садится за руль пьяным. Ездит по городским дорогам осторожно. А вот поведением пешеходов, которые рискуют своими жизнями, мягко выражаясь, удивляется. У нас машина в Казани боится, а люди не боятся. Железно боится ехать, а они бросаются перед машинами. Это наши люди вообще мозг не хватает. Жизнь разве можно меня заменить? Рисковать? Рисковать не стоит. Сколько там агитация делают, говорят, все равно не понимают. Все сделал. Степень вины водителя установят эксперты в районном отделении ГИБДД на разборе. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. Мобильный репортер 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова